Гора Шаста – место паломничества для магов и чародеев со всей планеты. Психотерапевт, автор книги «Музыка прощения» Андрей Явный приехал в Калифорнию, чтобы набраться сил для покорения новых вершин. Ведь по легенде, спящий вулкан дарует людям силу и здоровье. Друзья, смотрите где. Я у подножья горы Шаста. Шаста Маунтейн. Он читает лекции по всему миру и учит людей прощать. Среди тех, кто ему верит, президенты, звезды, олигархи, был клиентом Андрея Явного и Борис Березовский. Это был анализ его ситуации. Взвешивание за и против в его решениях. Понимаете, когда человек уже загнан в угол, когда его тоска по родине превышает любой градус, который он может выдержать, когда он уже осознает, что вся его борьба, в общем-то, проиграна, и что ему делать, и как ему поступить. Ну, вот это была попытка, попытка осознанного прощения себя. Он не мог себя простить. Но я не считаю, что это успешный опыт моей работы. Я считаю, наоборот, что это неудача. Но про этот опыт он говорить не любит. Мол, спасти-то человека так и не смог. Впрочем, с персонами Нонграда в России жизнь сталкивала явного не раз. Мы немножко выпили водки. Это такое было русское просветление. Мы пели украинские песни там, в Киеве. И вот Ходорковский зашел, тоже в холл-отеле, подошел к нам и с нами тоже спел несколько украинских песен. Мы мило поговорили. Он поблагодарил нас за то, что мы приехали. Тогда еще жив был Боря Немцов. Он приехал туда как раз вот с этой своей подругой. И мы летели одним самолетом. Это был такой вот писательский самолет. Мы боялись, что нас могут взорвать всех вместе и сразу побороть все протестное движение в России одним взрывом. Явный и сам в прошлом занимался политикой. Работал в Комитете Украины по борьбе с коррупцией. Но потом уехал в Москву. Говорит, помогать людям у него получается гораздо лучше. Ведь в современном мире, по словам эзотерика, так много соблазнов. Если всю жизнь пытаться кому-то что-то доказать, можно стать полоумным. Понимаете? И все время работать над собой. Диета, потом таблеточки, потом психолог, потом психотерапевт, психоаналитик, магия, вуду, айаваска и так далее, и так далее, и так далее. Перуанские флейты и пение перуанских женщин. Это все бег куда-то, да? Это все бег. А мое понимание мира заключается в том, что человеку необходимо остановиться, но не прекращать идти. После Калифорнии Андрей Явный отправляется в Аркаим. Это еще одно загадочное место на планете. Ну а в планах обладателя сверхъестественных способностей как можно больше людей посвятить в тайное, сделав его явным. Ангелина Богдасарянова с Генвар Жабетян. Настоящее время. Америка. Лос-Анджелес.